Валерий Петраков в матче с «Авангардом» решил не менять стартовый состав, который играл в Самаре в победном поединке против «Крылышек». И как показал результат, да и содержание игры, наставник томской команды принял правильное решение. Однако, в отличие от предыдущей встречи, на этот раз Том буквально с первых минут прижала соперника к его воротам и довольно быстро, уже на четвертой минуте сумела, выражаясь в современной терминологии, свое преимущество «монетизировать». Андрей Иванов подает угловой голкипер «Авангарда» Александр Саутин неудачно играет на выходе. В борьбу вступает Анзор Саная, мяч отскакивает под удар Роману Войдулю, и наш капитан без помех расстреливает ворота курской команды, открыв таким образом свой голевой счет в составе Томи. Спустя минуту гости провели контратаку, которую ударом из-за предела штрафной площади завершил Марат Шагенов. И эту фамилию мы сегодня будем произносить неоднократно, но мяч пролетел значительно выше ворот. А вот на шестой минуте-то мячи чуть было свое преимущество не удвоили. Антон Макурин перехватывает мяч, обыгрывает соперника, врывается в штрафную, делает передачу назад под удар Александру Соболеву, но наш форвард попадает в защитника. Затем вновь в борьбу вступает Макурин, Антон вновь перехватывает мяч и пасует Роману Войдулю, но на этот раз самоотверженная игра защитника уберегла авангард от неприятностей. 13 минута Андрей Иванов подает очередной угловой. Игрок авангарда Марат Шагенов чуть было не срезает мяч в свои ворота. На этот раз Иванов подает слева фланга. Александр Соболев выигрывает борьбу у соперника и наносит удар головой, но мяч пролетает выше ворота. А это 20 минута. Атака Курян, которую ударом метров с 14 завершает самый активный игрок авангарда. Конечно же Марат Шагенов, однако на этот раз Александр Мелехов без труда справился с этим ударом. А вот на 42 минуте Шагенов все-таки сумел переиграть нашего голкипера. Подача углового с левого фланга и никем не прикрытый Шагенов очень эффектно головой наносит удар. Мяч летит в притирку со штангой. Александр Мелехов пытается в прыжке до него дотянуться, но не выходит. И все же еще до перерыва-то мячи имели возможность вновь выйти вперед. 43 минута. Антон Макурин получает мяч в центре поля. Движется по флангу, затем играет через Александра Соболева. Врывается в штрафную и наносит удар, но в ворота, к сожалению, не попадает. Начало второго тайма чуть было не повторило историю первых минут матча. Томи сразу же рвануло вперед и уже на 46-й минуте имел реальный шанс для того, чтобы огорчить Курян. После прострела Андрея Иванова Анзор Санай опережает защитника, но Саутин выручает авангард, а после удара Павла Диабальда мяч летит рядом со штангой. 49-я минута. Удар по воротам Томи. И, конечно же, его наносит Марат Шагенов, но Александр Мелехов мяч забирает. На 63-й минуте Антепулич допускает оплошность в центре поля. Следует выпад на наши ворота. Артем Фитчук пасует на Шагенова, но вновь голкипер Томи играет надежно. Очень любопытный эпизод приключился на 75-й минуте. Томичи получили право на штрафной. Роман Войдель бьет над стенкой и попадает в ближнюю штангу. Затем удар наносит Павел Диабальд. Александр Соболев подставляет ногу, но вновь штанга выручает авангард. 77-я минута. В очередной раз в центре внимания капитана авангарда Марат Шагенов. На этот раз он наносит удар со штрафного. Александр Мелехов с ним легко справляется и организует быструю контратаку. Курский защитник с нарушением правил устанавливает Антона Макурина. Роман Войдель разыгрывает мяч с Анзором Саная. Следует удар низом, но голкипер авангард Досаутин играет надежно. На 82-й минуте Никита Имулин наносит опасный удар метров с 15, но мяч на себя принимает Антепулич. На последних минутах основного времени Анзор, Саная и Александр Соболев отметились дальними, но, к сожалению, не точными ударами. После подачи с левого фланга эффектно на выходе играет Александр Мелехов, который в целом очень достойно провел этот матч. Очередной удар в исполнении Марата Шагенова, датированный 89-й минутой. Но это уже третья добавленная минута к основному времени матча. Антепулич делает длинную передачу со своей половины поля. Мяч перелетает защитника, затем Анзор Саная опережает заберника, наносит удар, попадает во вратаря, но все же затем проталкивает мяч в сетку с острого угла, принеся тем самым столь нужную победу томской команде. Едва гости разыграли мяч с центра поля, прозвучал финальный свисток. Тонь кладет в свою турнирную копилку очередные три очка и получает вполне заслуженные поздравления от томских болельщиков. Субтитры создавал DimaTorzok